Добрый день, уважаемые друзья! На связи Артур Варданян, руководитель холдинга Кэшбэя. Решил записать незапланированное видео, так как нам в техподдержку поступает огромное количество сообщений с просьбой разъяснить некоторые нюансы нового регламента работы компании, который был объявлен 1 ноября, а также обсудить с вами новости и некоторые моменты, которые лично меня задевают как человека. Итак, начнем. Мое лицо снова показали и продолжают показывать по всем каналам и в этот раз какой-то невероятной и неистовой силой. Началась эта вахханалия за сутки до 1 ноября, до столь долгожданного и важного моего видеообращения. Мне очень приятно осознавать, что за моей медиа-активностью наблюдают целые полчища журналистов. Я также уверен, что 10 ноября мы также увидим какую-нибудь гадость, которую покажут по телевизору. Все это им нужно для того, чтобы придать негативную окраску моему следующему обращению, которое выйдет 11 ноября. В телерепортажах нашу компанию, как обычно, выставляют в невыгодном свете. Говорят, что мы всех обманули, сбежали за границу в Англию, что меня разоблачили. Какой-то медиапортал даже написал, что меня задержали в ресторане Пушкин. Всем лживым журналистам передаю привет. Вы делаете наш бренд невероятно популярным. А с моей популярностью на медиапространстве мне уже даже советуют начать что-то рекламировать. Но если я и буду что-то рекламировать или говорить о чем-то публично, то только о нашей новой компании, которая запустится уже менее через 100 дней и станет гигантом мирового масштаба. Я знаю, что каждое мое слово непременно цитируется в средствах массовой информации. Поэтому с удовольствием буду говорить о новой компании Global Decentralized Community или GDC. Каждая первая, 11-е, 21-го число каждого месяца. Я буду делиться с вами нашими успехами в ее создании. Буду рассказывать нюансы и принципы работы, преимущества маркетинга и партнеров. То, что это будет колосс индустрии, сомневаться не приходится. Благодаря рекламе по телевидению нас ждет феноменальный успех. Мы начнем свою экспансию в 14 странах мира одновременно. Скоро на сайте мы начнем публиковать документы открытия официальных представительств. В следующем видео я расскажу о GDC намного подробнее, а теперь идем дальше. Есть информация из достоверных источников, что готовится передача «Пусть говорят», где будут собирать проплаченную массовку и высмеивать на всю страну. По аналогии вместе с шамурыгиной, руками-базуками и прочими фриками и позорищами современности. Я считаю, что участвовать в этом ужасе способен только умственно отсталый человек. Также бы я хотел поговорить об обвинениях в СМИ. В частности, о том, что мы якобы всех кинули и сбежали с деньгами. Коллеги, если бы это было бы правдой, то я бы сейчас не сидел и не записывал видео для вас. Не пытался бы выправить ситуацию, не создавал бы новую компанию, не начислял бы всем кэшбери коин, не занимался бы подсчетом наших финансовых обязательств перед вами. Всего бы этого просто не было. И меня по-человечески оскорбляют, что многие из вас вместо того, чтобы просто подождать решение вопросов, начинают нам элементарно мешать. Пишут гадости в чатах, угрожают друг другу. Коллеги, тот урок, который нам преподали, это всего лишь временная трудность, которую нам необходимо с гордостью пройти. Мы с вами уже практически два года. Мы многое видели, многое пережили. Наберитесь терпения. Мы никуда не теряемся. Мы занимаемся своей работой. Мы производим разблокировку счетов и восстанавливаем финансовую инфраструктуру. Уже сейчас по каждому вашему аккаунту произведен итоговый финансовый расчет. И лишь у маленькой части пользователей цифры отображаются некорректно. Но в ближайшее время все исправится. Самый часто задаваемый вопрос, для чего нужна верификация. Она нужна для идентификации вас, как владельца аккаунта. Другими словами, мы должны знать, кому мы выплачиваем деньги. Попробуйте принести деньги в банк, не представив документов. У вас их элементарно не возьмут. Процедура верификации весьма простая и подробно описана в личном кабинете. И проблема большинства тех, кто обратился с данным вопросом, в том, что они элементарно не читают того, что у них написано в личном кабинете. Нужно приложить копию паспорта с отчетливо читающимися данными, а также фото вашего лица с паспортом, так, чтобы было видно, что на паспорте вы. Также необходимо приложить банковскую карту, оформленную на ваше имя. Для жителей России это карты Сбербанка и Альфа-банка. Для граждан других государств это банковские карты страны проживания. Данные владельца банковской карты должны совпадать с данными владельца аккаунта, а также с паспортными данными, присланными на верификацию. В противном случае в верификации вам будет отказано. Также в соответствии с правилами нашего сервиса в нашей компании запрещено участвовать лицам, не достигшим 18 лет. Аккаунты, оформленные на несовершеннолетних, не подлежат верификации. Сроки верификации не установлены. Без выполнения хотя бы одного условия верификации ее прохождение станет невозможным. Напоминаю, что если вы не можете или не желаете проходить верификацию по каким-то причинам, то вы можете добровольно перевести сумму задолженности перед вами в нашу новую платформу, где на сумму долга перед вами вам будет открыт инвестиционный депозит. Также вы можете забрать сумму долга перед вами в нашей криптовалюте кэшбери коин. Но опять же для этого потребуется верификация. Купленные же монеты до 12 октября можно будет выводить без верификации, начиная с 10 ноября. Что касается суммы нашей задолженности перед вами, то мы считаем сумму введенных и выведенных средств из аккаунта. Причем вводом считается как пополнение баланса, так и перевод от другого пользователя. Например, вы пополнили баланс своего личного кабинета на 100 тысяч рублей. И вам поступил перевод внутренней валюты на 100 тысяч рублей, что в сумме составит 100 плюс 100 200 тысяч рублей. Именно такая сумма будет равняться сумме введенных средств. В эту сумму не засчитываются вознаграждения, полученные по партнерской или офисной программе. А также не учитываются начисления по инвестиционным депозитам. Учитываются только натуральные деньги, полученные путем перевода в нашу компанию или полученную внутреннюю валюту от других пользователей. Пример, вывели систему 200 тысяч рублей, а за все время вывели из аккаунта 100 тысяч рублей. Таким образом, ваш натуральный убыток составит 100 тысяч рублей. Именно эту сумму мы будем вам выплачивать. Из 100 тысяч натурального убытка мы 25 процентов выплатим вам кэшберикойнами, зафиксированные по средневзвешенному биржевому курсу на 1 ноября, то есть 1 доллар 7 центов. Цена криптовалюты 2 месяца назад составляла 2 доллара и держалась довольно долгое время. Также курс криптовалют в общем понимании подвержен рыночным настроениям. Я еще раз призываю не поддаваться стадному инстинкту и не сливать монету по смешной цене, так как рост монеты в разы это всего лишь вопрос времени. Остальные 75 процентов долга мы будем гасить равными частями на протяжении как минимум 6 месяцев. Я не могу дать вам более точных сроков погашения, так как это будет зависеть от нашей финансовой активности и исполнения обязательств наших контрагентов по разморозке наших активов. Все пополнения сделаны с помощью электронных платежных систем Perfect Money, Pair, AdvoCash, Intercass и криптовалютных агрегаторов будут аннулированы и вычтены из статистики операций, так как данные платежные системы заморозили наши деньги на своих счетах и нами ведется работа по их возврату. Все убытки по данным операциям будут вычтены из суммы нашего долга перед вами и перенесены на новую платформу. Суммы средств оставшиеся лежать на счетах вывода, пополнения, партнерском счете в личном кабинете, а также открытые инвестиции вне зависимости от даты их открытия, суммы депозитов в опции мой сейф. Все это не будет учитываться при подсчете суммы натурального убытка. Будет считаться только те деньги, которые вы ввели и вывели из аккаунта. Например, если вы ввели систему 100 тысяч рублей, а вы ввели 300, но на партнерском счете, на счете вывода или в опции мой сейф у вас остались хоть какие-то средства, они будут обнулены, так как ваш аккаунт вышел в плюс по финансовым показателям. Купленные вами страховки также не подлежат при подсчете определения суммы натурального убытка. Так как страховой фонд не позволяет покрыть нынешние убытки компании, он был расформирован и направлен на погашение финансовых обязательств. Суммы убытков менее 30 тысяч рублей будут перенесены на новую платформу, где на данную сумму будет создан инвестиционный депозит. Например, вы ввели систему 100 тысяч рублей, вы ввели 70 тысяч рублей, то эти 30 тысяч долга перед вами будут переведены на новую платформу. Любая сумма, от 1 до 30 тысяч рублей будут переведены на новую платформу. Также если вы вывели более 90% вложенных средств независимо от суммы, оставшаяся сумма долга переходит на нашу новую платформу. По процентным ставкам инвестиционной доходности нашей новой компании GDC будет объявлено в ближайшее время, но уверяю вас, условия GDC будут очень привлекательными для инвесторов. Для всех новых пользователей, инвестировавших 20 сентября и позже, будет реализована программа ускоренного возврата вложений, где процент ежемесячного вывода будет несколько выше, чем у остальной части пользователей. Более подробно об этой программе будет объявлено 1 декабря в день вывода. Также еще раз хочу вас проинформировать о компаниях и продуктах, которые были представлены на нашем сайте Кэшбери Групп. На этом сайте находились как наши, так и сторонние компании, которые предлагали нашим пользователям услуги и продукты. Ну или планировали это делать. Поступает очень много вопросов про потребительский кооператив «Благо». Повторяю еще раз. Партнерские компании, кои мы относятся потребительский кооператив «Благо», это сторонние партнерские компании, к финансовой деятельности которых мы не имеем никакого отношения. Это компания с собственным руководством. Кооператив предлагает несколько видов социальных программ. Это льготное приобретение автомобилей и объектов недвижимости в рассрочку. Его услугами пользовались как наши пользователи, так и сторонние люди. Это касается всех партнерских компаний и продуктов, размещенных на сайте Кэшбери Групп. Наши нереализованные продукты, такие как обменник и платежная система, перейдут на сайт GDC и станут частью этой экосистемы. Сторонние компании в связи с ситуацией в Кэшбери продолжат свою работу уже без партнерства с нами. И, собственно, нам тоже до них нет никакого дела. Все наши компании, за которую мы несем прямую ответственность, представлены на сайте cashbury.com в вкладке «Наши компании». Ну и еще информация для тех, кто не верит. Ровно через 10 дней, 16 ноября, мы запускаем биржу по продаже аккаунта. На этой бирже вы сможете продать свой аккаунт, а вернее сумму, размещенную на нем недополученных средств. Выглядеть это будет примерно так. Например, на вашем аккаунте есть сумма задолженности перед вами в 100 тысяч рублей. И вы хотите вернуть эти деньги в ближайшее время, пусть и с дисконтом. Вы проходите верификацию. Выставляете свой аккаунт на нашу биржу, указав цену, например, 80 тысяч рублей. Покупатель выкупает ваш долг. Долг переходит в виде нового депозита на нашу новую платформу GDC. Вы, как продавец аккаунта, получаете вложенные деньги, причем в ближайшее время. Покупатель получает очень выгодный актив в будущем, причем с хорошим дисконтом. Еще раз вам хочу сказать, что все вложенные вами средства будут выплачены вам в полном объеме. Для этого я и моя команда прикладываем максимальное количество усилий. Не слушайте троллей, которые говорят вам чушь про кэшбери, лишь бы повысить количество просмотров своих каналов. Уже 1 декабря вы сможете воочию убедиться, что я вам говорю правду. Пройдите верификацию и сможете заказать вывод вложенных средств на свои платежные реквизиты. Трудности временной. Впереди нас ждет белая полоса.